Привет! Сегодня мы поговорим про профессиональные отношения на работе и про дружеские отношения на работе. В 2019 году я посетил одну из конференций для Team Lead'ов и там застал такой интересный доклад. То есть девушка-докладчик выступала с тезисом, что на работе нужно быть полностью. То есть работа, наверное, должна заменить все и ты должен дружить со всеми на работе, иначе все плохо, команда плохая, никто ничего не делает. Тезис довольно был как бы односторонний и прямолинейный, на что в аудитории нашелся человек, который возразил. То есть у парня припекло, наверное, настолько, то есть я думаю, что эта тема очень щекотливая, что он прям не мог остановиться. Давайте посмотрим этот кусочек. Из тезисов пришел на работу работать. Вот сам следуя этому тезису, причем как бы не только, как Team Lead, и в свое время, когда был простым разрабом, я приходил на работу работать. Это не противопоставляет тому, как у вас было сказано, что как бы когда люди чувствуют себя плохими людьми. И я сразу же хочу сказать, я не собираюсь никого троллить, ходить на работу для того, чтобы просто работать. С этим ничего нет плохого. И на самом деле я в чем-то даже согласен с этим человеком. То есть моя личная история, я не собираюсь тратить никакого дополнительного времени на работе, потому что у меня, во-первых, есть семья, и я хочу проводить время со своей семьей, а не со своими коллегами. А во-вторых, у меня очень много хобби, хотя бы даже вот это, которые никак не вписываются в то, что я где-то провожу время на работе, а не дома, вот, не занимаясь своими делами. То есть, ну это я, правильно? Вокруг меня есть другие люди, вокруг нас есть другие люди, все разные. И кто-то не хочет проводить дополнительное время на работе, а кто-то не хочет проводить дополнительное время вне работы. То есть, понятное дело, что у кого-то есть вне работы жизнь, у кого-то вне работы жизни нет. Это одна из причин. Вторая из причин, это кому-то нужно много друзей, кому-то нужно мало друзей, или вообще никто не нужен, правильно? Но штука в том, что нам, как индустрии, нужны все. И особенно большие компании не могут позволить себе выбирать только каких-то конкретных определенных людей, да, то есть людей, например, которые любят вокруг себя других людей и там экстравертов таких. То есть особенно в больших компаниях надо интегрировать вообще всех и выбирать, собственно, не потому какой это парень компанейский, да, или потому какая девушка компанейская, а потому как люди выполняют свои рабочие обязанности на работе, собственно говоря. А все, что идет потом, на самом деле это уже потом. Понятное дело, что некоторые компании, особенно маленькие компании, стремятся встать на место жизни человека. То есть люди стремятся создать атмосферу в офисе такую и, в принципе, какие-то устраивать мероприятия, которые создают отношения, ну вот, вроде как семьи. Я, на самом деле, наверное, сниму отдельное видео про компании семьи. Если вы обнаружили себя в такой компании, бегите. Вот ничего хорошего от этого ждать не стоит. Но это по понятным причинам делают. Почему? То есть люди, которые остаются дольше в офисе, так или иначе больше работают. То есть даже если они не делают какие-то прямые свои обязанности, они очень часто за бутылочкой пива стоят и обсуждают все те же самые проекты. И получается, оплатив пиво, оплатив пиццу, вы, получается, продлеваете рабочий день за рамки того, сколько позволяет это трудовое законодательство в вашей стране. Но давайте рассмотрим какие-то, наверное, причины, какие люди называют, называли мне. То есть я работаю темлидом, я общаюсь со своими людьми и мне интересно было тоже, какие это люди и как с ними говорить. Тимлид – это один из путей развития программиста. Только чтобы стать хорошим темлидом, недостаточно быть хорошим программистом. Возможно, вы миддл или синер-разработчик, который хочет стать темлидом. Или начинающий темлид, который хочет систематизировать свои знания. Компания Agima – крупнейший интегратор диджитал-решений. У компании 14 лет опыта в заказной разработке. Совместно с Geekbrains компания Agima запустила курс для начинающих темлидов. На курсе вы научитесь управлению командой, научитесь понимать продукты и его задачи. Также изучите DevOps, автоматизацию, обеспечение качества. Научитесь работать с архитектурой проекта и техническим долгом вести документацию и масштабировать процессы. Узнаете, как планировать саморазвитие и управлять приоритетами в кросс-функциональной команде. А по промокоду SSV2021 вы получите скидку в 50% от общей стоимости курса. Внимание, скидки не суммируются. Ссылку на курс вы можете найти в описании к этому видео. Также в рамках курса проходят ежемесячные бесплатные вебинары для темлидов. Ссылка также будет в описании. И компания Agima это спонсор этого видео. Спасибо им большое. В общем причины стороны работы это работа, профессиональной стороны в том, что одна из причин, которая мне кажется наиболее интересной и наименее очевидной, и мне ее называл живой человек, это не из наблюдений. То есть человек сказал, я не могу критиковать друзей, то есть если я подружусь с кем-то на работе, то потом я не смогу адекватную обратную связь этому человеку давать. То есть потому что это же мой друг, ну как я могу ему сказать, что он сделал плохой проект, плохо его написал. И понятное дело, что для некоторых людей вот эта вот дружба на работе, она такая поверхностная, мы там какие-то коррифаны, я не знаю, играем в настольный футбол, я не знаю, обсуждаем какие-то сериалы, что-то еще. А для других людей, которые чуть более интровертные, дружба это гораздо более глубокая материя. То есть если ты сближаешься с человеком, то потом ты этому человеку готов многое простить, в том числе и, наверное, какие-то ошибки в коде. И если вы это за собой заметили, наверное, очень правильно об этом сказать хотя бы вашему начальнику, да, то есть почему вы отказываетесь от всех тимбилдингов и от всех каких-то вечеринок. Ну вот, наверное, поэтому, да, то есть вы просто хотите сохранить вот эту профессиональность отношений, при этом вы приятный человек, с вами приятно общаться на рабочем месте. Вторая причина, это моя личная причина, я думаю, что эту причину разделяют очень многие люди со мной. То есть у меня есть семья, и время свое я хочу проводить не на работе с коллегами, я хочу это время проводить с семьей. На работе мы и так проводим очень много времени. То есть это 8-часовой рабочий день, плюс час на обед, плюс туда-сюда приехать, уехать. Понятное дело, что сейчас не все еще страны открыли свои офисы из-за пандемии, но тем не менее, даже если вы работаете из дома, то вы очень много времени тратите на то, чтобы просто делать свою работу. По крайней мере, должны тратить, да, то есть это такой договор. И если еще сверх этого вас зовут на какие-то выходные выезды куда-то на турбазу, я вообще считаю, что такие выходные выезды должны оплачиваться как сверхурочное время. Потому что вас там будут наверняка лечить какими-то пауэрпойнтами, презентациями, тимбилдингами, как вам вместе эффективнее работать за ваше собственное время. То есть вы будете где-то далеко в выходные не заниматься ни своими делами, не ухаживать за своим котом, а просто относиться вместе со своими коллегами по работе. И по возможности я вообще обычно отказываюсь от всяких таких тимбилдингов, каких-то командировок и тому подобных вещей. Особенно если это не командировка, а просто вот давайте отъедем куда-то на выходные, потому что командировки обычно оплачиваются. И еще одна из причин может быть это то, что ваше хобби совершенно никак не связано с работой. То есть у меня был такой подчиненный, он занимался бальными танцами, то есть довольно как профессионально занимался, то есть тренировался и ездил выступать. То есть понятное дело, что у него график был расписан таким образом, что он просто не мог оставаться там каких-то дополнительных делать вещей на работе, каких-то мероприятий. Поэтому он этого не делал, то есть он занимался своим хобби, своей жизнью. У него была жизнь вне работы, в то же время как у некоторых людей жизни вне работы нет. Давайте поговорим про эту сторону. И зачастую это особенно я вижу, когда люди переезжают куда-то, допустим, в новый город, либо в новую страну особенно. То есть я живу в Германии и я работаю с людьми со всего мира, которые приезжают в Германию, чтобы работать. У них в этом городе, в этой стране и иногда в этой часовой зоне никого нет больше. То есть им не с кем поговорить, особенно если это люди экстравертные, то есть им нужно много общения. Понятное дело, что они будут черпать эту энергию из своих коллег. То есть они будут более склонны идти там на какой-то контакт, устраивать какие-то вечеринки, оставаться позже в офисе. И вот эти вот все вещи, селиться ближе к офису. То есть у меня тоже были такие коллеги, которые говорили, это цитата, то есть если бы я знал, что мне будут запрещать работать по вечерам над этим проектом, я бы не пошел сюда работать. То есть люди идут работать и работа это их жизнь. То есть у них за пределами этой работы жизни нет. И их хобби это то же самое связанное с их работой. То есть их хобби может быть то же самое программирование, им просто нравится делать то, что они делают на работе, они готовы это делать бесплатно в свое свободное время. Хотя свободного времени, я думаю, что у них, наверное, нет. И также обычно эти люди предпочитают чуть менее формальное общение на работе, то есть такое дружеское отношение на работе. И в то время как люди, которые приходят на работу работать, часто очень сохраняют такое холодное, иногда даже роботизированное отношение. И это может отталкивать таких вот экстравертных людей. И на самом деле в последнее время я вижу, как я уже немножко про это поговорил. То есть перекос вот в эту вот сторону как бы работа это жизнь. И даже компании туда двигают по понятным причинам, потому что они бесплатно могут получить больше производительности труда, так скажем. И даже если вы почитаете какие-то книги по лидерству американцев, особенно, например, Radical Candor, они говорят, что на работу нужно приносить себя полностью. И офисы делают такие, откуда уходить не хочется. Понятное дело, опять-таки в пандемию в офис ходить и было и нельзя, но тем не менее. То есть я думаю, в пандемию многие люди поняли, что наши квартиры, наши офисы, где мы работаем, гораздо круче, чем наши квартиры. И хочется быть там, а не здесь. То есть и это тоже, на самом деле, мне кажется, один из таких моментов, почему наша квартира не улучшалась, почему мы не тратили энергию на то, чтобы сделать свое жилье лучше. Ну потому что офис, в котором мы проводили всю свою жизнь, был достаточно крут, а домой мы приходили только спать. Мне кажется, на самом деле нужен баланс. То есть понятное дело, что мы не можем выбирать как индустрия, мы не можем выбрать только людей, которые ходят на работу, чтобы работать. Такая чисто машинальная, профессиональная среда. Мы не можем выбирать людей, которые ходят на работу, чтобы жить. Потому что таких людей просто не все такие люди. Но мне кажется, что не честно дискриминировать людей. Я знаю, что обычно интровертов дискриминируют в этом плане. Мне кажется, что если вы устраиваете какие-то тимбилдинги как компания, то этот тимбилдинг должен быть опционален. Если этот тимбилдинг не опционален, то он должен проходить в рабочее время, а не в выходные. Вы должны давать возможность человеку уехать домой вечером и там провести время с семьей. Если вы хотите куда-то увезти компанию, то нужно позволить семье взять свою вторую половину и оплатить эти расходы за человека. Это вы как компания хотите увезти куда-то сотрудника. Это не сотрудники хотят куда-то поехать. То есть, понятное дело, что есть сотрудники, которые хотят. Но мы сейчас говорим вообще про всех. Также, если человек не ходит куда-то в пятницу в бар со всеми, как обычно, это не значит, что он какой-то нелюдимый, плохой и вообще, наверное, он плохой программист. То есть, нужно договориться со всеми в команде, что принимаются обе стороны. Вот. И если кто-то хочет ходить в бар, то они ходят в бар. Если кому-то сделали предложение пару раз в пойти в бар, и человек отказался, то в третий раз человеку не предлагают. Просто ему говорят, что, эй, ну, Маша, когда ты захочешь, то ты, пожалуйста, мы всегда рады, да. Но мы больше навязываться не будем. Потому что вот это вот постоянное навязывание, оно интровертов изматывает. То есть, я вам как интроверт говорю. И человеку не нужно оправдываться и придумывать какие-то причины. То есть, атмосфера должна быть построена таким образом, что человеку вот этому, который не хочет куда-то идти, ему не надо было придумывать там, что он заболел, что у него там собака или еще что-то. Он мог просто сказать, нет, я не хочу, и все. На этом как бы все вопросы заканчивались, и никто его дальше не упрекал и не смотрел на него косо, да. То есть, потому что такая ситуация, когда тебе постоянно нужно оправдываться, она на самом деле тоже доставляет дискомфорт, и потом ты просто там не останешься работать, а возможно, ты был очень ценным специалистом, который знал всю систему глубже, чем все те барные ребята, которые такие клевые коррифаны и каждую пятницу пили пивчашку. Ну и, как я уже сказал, что плюс один на все мероприятия должно быть нормой. То есть, должно быть разрешено взять своего мужа или свою жену на все мероприятия, несмотря на то, что это либо это поход в ресторан вечером, либо это какой-то тимбилдинг где-то там на озере с ушлыками. То есть, туда можно привезти свою семью, чтобы сгладить ситуацию. Давайте теперь посмотрим на другую сторону, потому что другая сторона на самом деле тоже очень важна. Если вы не предоставите людям, которым нужно больше общения, возможности на общение, то они тоже будут уходить в другие компании. И я буду говорить про офис, потому что вообще я писал это как письмо своим платным подписчикам на Патреоне, наверное, пару лет назад. И теперь это только делаю как видео. Но тогда пандемии не было. Но, в общем, про офис. Офис должен быть желательно доступен 7 дней в неделю круглосуточно. То есть, некоторые люди любят работать по вечерам и у них должна быть возможность прийти в офис и поработать вечером. У них должна быть возможность прийти в офис и поработать на выходных. То есть, как я уже сказал, бывает так, что квартиры гораздо хуже, чем офисы и людям просто приятно проводить время в офисе. Понятное дело, что офис должен убираться. То есть, там должно быть всегда чисто, несмотря на то, что люди там постоянно живут. Вот в офисе должно быть место какое-то под отдых. То есть, какая-то зона отдыха должна быть. На одной из предыдущих работ, например, у нас был огромный телевизор во всю стену. И люди приходили туда, собирались, смотрели сериалы или играли в приставку на этом большом телевизоре. Я думаю, что это здорово. То есть, для тех людей, которым это надо, это был один из таких факторов, почему они оставались там работать. В офисе должна быть еда и напитки. То есть, это очень такой противоречивый, наверное, факт. Но, как я уже сказал, некоторые люди очень много времени проводят на работе. И у них, во-первых, просто нет времени дома приготовить еду. И, во-вторых, у них просто, ну, они могут быть одни. То есть, им не с кем поужинать, например, вечером. И если на работе таких несколько человек, они могут, собственно, остаться на работе, поужинать и обсудить ваши же рабочие проекты. То есть, вам это выгодно как компании. Вы тратите очень мало времени на эту еду, денег на эту еду, а получаете дополнительный бонус. И, понятное дело, что должен быть запланирован бюджет на мероприятия, на различные какие-то походы в ресторан, я не знаю, на какие-то выезды, на природу и другие моменты. То есть, понятное дело, что люди, которым это не надо, могут туда не ездить, но люди, которым это надо, они просто уйдут из вашей компании, если они не будут получать эту сторону. Вот такие мысли у меня насчет на работу работать. Нормально ходить для того, чтобы на работу работать. Не нужно быть задницей по этому поводу, то есть, не нужно всем это в лицо совать, я сюда пришел только, чтобы работать. То есть, это понятно, это как бы твоя позиция у людей, другая позиция. И ее тоже не нужно совать в лицо, говорят, эй, ты не ходишь с нами в бар, ты плохой, мы не будем с тобой говорить. То есть, я думаю, что всем можно найти место и как-то договориться. Главное, это заранее договориться. И особенно, если вы тимлид, раз уж это топик такой, то вам, наверное, нужно заранее как-то узнать предпочтение до того, как вы устроите какой-то там тимбилдинг и осознаете, что у вас в компании, в команде люди, которым это не надо. И вы один только такой, кому это надо. То есть, и люди поедут, наверное, на ваш тимбилдинг, ну, потому что вы начальник. Это, наверное, хуже всего. Такая тема сегодня. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, к какому лагерю вы относитесь, на работу работать, на работу, чтобы жить. А на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok